всем привет с вами надежда черная а у нас обновление новая история это смертельный биом я буду рада если ты подпишешься на мой канал и поставишь лайк этому видео для продвижения что же очень интересно узнать как история и ее начать давайте не будем тянуть поехали ты уже знаешь как меня зовут да серия 1 неверия мир постапокалипсиса полон кровожадных монстров и зомби далеко не самые страшные из них каждый сам решает на что он готов пойти ради выживания настал твой черед сделать этот выбор добро пожаловать смертельный биом прежде чем история начнется выбери уровень сложность на высоком уровне будет труднее выжить и сохранить жизнь товарищей описание крови и ранений будут более графичными прохождение на легком уровне сложности закрут некоторые варианты финалов но будет легче да слушайте ну честно не очень хочется чтобы все у меня умирали давайте без лишней на и на жести игра запомнила твое решение продолжим доброе утро pipe city сегодня 8 октября 2024 года вторник мы уже встали с постели я надеюсь это не спойлер 1 октябрь этого года погода безоблачная не верится что у нас завтра объявлено штормовое предупреждение с вами ведущий тихонько напевая девушка сняла турку с плиты и наполнила две кружки свежим обжигающим кофе джейк замерев у двери позволил себе несколько мгновений полюбоваться этой домашней картиной блин вспомнила фильма операция нравилось когда робин надевала не его рубашку особенно когда под тонкой сияющей на дневном светоткани не было ничего кроме кожи выбери как будет выглядеть робин в истории внешность азиатская латиноамериканская африканская европейская давайте такую выберем так вскоре тебя будет доступно множество вариантов нарядов причесок а пока продолжим и я не люблю когда кто-то стоит у меня за спиной она даже не повернулась словно почувствовала его внимательный нежный взгляд джейк мягко рассмеялся больше таится не было смысла и он подошел чтобы обнять робин за талию когда-нибудь у меня обязательно получится подкрасться к тебе незамеченным например ночью когда ты спишь слишком громко дышишь и я услышу тебя даже закрытыми глазами он тихо рассмеялся и наклонившись уткнулся бомбом между и лопаток шутки робином были неизменно ужасными в окружающих они вызывали глубокую неловкость а он он полюбил ее самого первого нелепого каламбура обожает твой кофе очередь закажем завтрак в валу ну уж нет твоя расточительность меня убивает никогда к ней не привыкну мысли о том что он был одним из немногих кому посчастливилось увидеть ее искреннюю улыбку грела джейка грела настолько что на полке в шкафу между футболками он уже месяц как прятал бархатную коробочку ой как мило вместе уже так долго я все еще волнуюсь нет 0 и и доказывать что я люблю ее а не пытаясь посмеяться пришлось почти год до сих пор не всегда понимаю что творится в ее голове но хочу узнать чем задумался многие решения в новелле будут иметь последствия персонажи запомню твои действия слова относитесь к каждому выбору серьезно это может помочь тебе в будущем а что было по-другому был не серьезно я думал отпуске а нас послушайте я даже не знаю как он вам вообще вот стоит ли упоминать типа нас вообще глобальном масштабе до более таком и об отпуске отшутиться немножечко ну давайте может попробуем а нас ладно он лег щекой на плечо робин так чтобы чувствовать ее тепло но не видеть лица мне нравится как ты закидываешь на меня ноги во сне как поешь когда думаешь что я не слышу к чему эти комплименты хочешь чтобы я соврала твоему начальство что ты приболел она так и не научилась слышать добрые слова свой адрес как будто не считала себя достойной этого но джек не отчаивался он приручал ее как бездомную злую кошку который никогда не знал о любви если бы я предложил тебе остаться со мной навсегда ты бы согласилась тело по его ладонями разум напряглось будто от удара мы это уже обсуждали джек я все еще надеюсь что ты передумаешь но не хочу давить робин избегает разговоров о браке с шейком ничем хорошим эти попытки поиграть семьи не кончатся я не смогу быть для себя хорошей женой следующий верит что я одумаюсь и найду себе другую какая глупая в принципе не жалея что выбрала вариант легко коснувшись губами шеи девушки он стремился разговор об отношениях снова завел их в тупик не стоило поднимать эту тему нормально зато мы знаем вообще мы вообще в курсе что у них как ладно птичка дайка пить кофе пока не остыл сидеть с теплыми кружками в руках уютно привалившие друг другу и смотреть утренние новости было их небольшой традиции робин после пробуждения всегда была более мягкая разговорчивый а джейк просто наслаждался их близости на экране вспыхнула огнями реклама светловолосый юный поп-певец вился на сцене и раздавал воздушные поцелуи фанатам восходящая звезда соберет свой первый стадион успейте купить билеты до солдаута мальчишка такой слащавый взгляни на его волосы на них больше лака чем на моем байке а я думал тебе нравятся блондин и ты исключение не вздумай из-за этого проходится реклама концерта сменилась яркой футуристично рекламы домашнего робота роба пылесос роба пёс а может лучше роба служанка приготовит обе это никаких бед технологический прогресс последние годы пугающие без всех этих изобретений жилось бы куда лучше как будто хотят устроить роба апокалипсис поскорее вот идиоты уютное ворчание робин обычно успокаивала джейка но не в этот раз во взгляд то дело цеплялся за красную бегущую строку attention джек чувством беспокойства там что там у них происходит ведущие ведет себе странно обычная сценарная заготовка для поднятия рейтингов не верь всему что показывают по телеку репортаж вдруг ворвались прямые трансляции корреспонденты неразборчиво кричали через дрожащие камеры телефонов мне это не нравится ты разве не видишь обычный розыгрыш чего ты вспомнишь расположился иллюзия счастья никогда не длится вечно особенно когда под ее покровом затаился настоящий кошмар так скажем вот началось робин где ты ты должна меня найти без тебя мне не выжить найди меня голод джейка тону его поглощал белый шум смазывал искажал до тех пор пока не наступила звонящая тишина добро пожаловать гардероб так ладно чтобы сменить одежду открою меню справа в верхнем углу все выбранные купленные тобой костюмы будут храниться там так удобная одежда свободная боевая одежда ну мне нравится боевая одежда хотя лучше при зомби апокалипсисе плечи шею как бы закрывать ну ладно и хвост давайте у нас такая на рак рост теперь история начнется по-настоящему ухтышь место неизвестно время неизвестно что происходит ощущение просыпались медленно тут и мелкая и жесткая колола щеку горло першила словно долгого крика нужно шевелиться ну уже тело не желало подчиняться собрав все усилия в девушке получилось лишь слабо дернуть рукой сознание снова начало уплывать спасательную темноту навстречу сладкой иллюзии счастья очнись а от внезапного окрика девушка буквально подскочила твою мать картина представшая ее глазам было невероятно и похоже на фильм на больную фантазию но никак не на реальность мегаполис превратившийся в лес дороги укрытые плотным слоем травы мхай цветов что здесь случилось где я джейк но никого не было рядом она была одна среди пустующего заросшего зеленью рода и она не помнила своего имени только имя человека из сна он в опасности ему нужна моя помощь эта мысль охватила и все ее существо заставив позабыть о боли и страхе словно не было ничего более важного пытаясь за нее как за соломинку девушка заставил себя подняться на ноги осмотреться при выборе некоторых вариантов ты будешь получать получать очки опыта они начисляются за действия которые помогают твоей героине выживать конце эпизода они тебе пригодятся фарш конце эпизода так проверить свое состояние осмотреться начать с себя ну давайте я не ранена и почти ничего не помню все равно фигу вы беспорядочные бессмысленные детали наводнели ее голову детские игры сестрой бесконечные коридоры и белые столы и вкус еды из ресторана авалон но цельная картина никак не складывалась это было так странно и и жутко что девушка почувствовала как ее пробирает дрожь некоторые выборы будут влиять на характер твоей героини путь альтруизма сделает ее более отзывчивые и сопереживающий у пути эгоизма нам будет больше сосредоточена на собственное выживание так а пополам можно не потому что как бы всех спасать постоянно тоже наверно не получится где-то заховывают нас полностью быть эгоистичной вряд ли одной можно долго протянуть альтруизм может быть сопряжен с рискованными и необдуманными поступками а эгоизм иногда не позволит получить помощь от других оба пути не идеальны и полны своих плюсов и минусов мне нужен четкий план найти джейка обезопасить себя отыскать людей каких людей найти джейка обезопасить себя обезопасить себя это тип эгоизм до что очевидно найти джейка но если она не помню что с ней случилось уж тогда обезопасить себя я уже в затруднительном положении ну давайте обезопасить себя все-таки здесь может быть опасная как на ладони нужно найти где спрятаться и чем себя защитить прежде чем искать джейка о ну вот наверное вот это логично и и думаю мне нужно имя раз уж и я не помню свое робин какое имя какое имя рубин и робин слушайте но она такая боевая и какую-то надо может боевое имя как вам такой мой выбор так лилит лет лет ну в принципе нормально тоже со мной произошло медикаментозный сон мозговая травма симуляция волшебство все вместе кем были лет не было прежде она определенно не привыкла с лудежком долго размышлять и бездействовать нужно сосредоточиться на поисках джейка некоторые выборы имеют ограничения по времени действуй быстро или умри сложно это мы еще не хардкор выбрали грубо говоря здесь кто то есть так пойти на звук зата и затаится давайте не теряя времени лилит нырнула под стоявшую рядом машину и алла к земле похоже на шаги на кто это человек или животное она чуть подалась вперед чтобы осторожно оглянуться и в ту же секунду в полуметре от ее лица в землю впечаталась неестественно костлявая нога нос ударил приторный запах цветов и гнили как-то пахнет вкусно нет страшно мне тут щелкать что за хрень и она меня заметила нужно бежать панике она поползла к противоположной стороне машины локти голова то и дело бились о пузов монстр полу живое тело покрытое руками или чувствовать что ее вот-вот вырвет от основного его вида обтянутые полу выгнившей кожей череп в ореоле цветов вдруг с рустом повернулся белесые глаза уставились на девушку они сюда не джейк бежать ее ноги сорвались места еще до того как мысль сформировалась голове это кошмарный сон хорошо хоть все это чудовище слишком медленно и чтобы гнаться за мной так а вот в хардкоре там быстро что секунда полсекунды она ощутила как ее снова сбивает пусть не меньше у твоей гарантии есть шкала здоровья если она снизится до нуля скажем так тебе это не слишком понравится от боли перед глазами побелело тело девушки будто кукольные впечаталась в остатке витрины в дороге а что-то было сейчас все закончится я умру и проснусь давай же чего же ты ждешь но сквозь мутное марево паники вдруг прорвался голос единственный который лид знала и которого тут же послушалась борись джейк где-то и хватит прятаться героине придется часто сражаться и готовься к серии выборов на время посмотрим сможешь ли ты выжить страшно броситься искать оружие она скачала игнорируя боль села на него и снова незнакомой силы и она будто сам узнала что нужно делать что выбрать стекло арматура давайте получи лилит замахнулась тяжелым штырем вот раздробил монстра несколько костей и кажется очень его разозлил труб откуда в нем столько силы монстр снова замахнулся она увернулась покрепче жало кусок арматуры и с размах ударила его поколением и тело и составы с хрустом растлились чудовище беспомощно повалилась траву я двигалась сама собой словно умею драться возбуждение охватившая девушку было почти лихорадочным восторг вмешался с ужасом собственное тело пугало и и прям машина служить и в этот момент что-то вцепилась и и в лодыжки еще не укусил монстр воспользовавшись ее замешательством запас на жертву ловко орудую руками как склизки и тяжелый спрут нет а пальцы души или царапали оставляли длинные кровоточащие полосы на коже а зубы норовились питься вплоть а тут вот неинтересно если просто в рану что-то попадет можно заразиться или именно нужен укус потому что и она уже из царапана и вся как бы странное ощущение хватило девушку в этот момент как будто она почувствовала эхо того голода который испытывала чудовище как будто что-то внутри нее задрожало но давление вдруг исчезла воющие хрипящие брыжущее слюной тело силы отторвали от нее ты уже сдалась а выглядел такой боевой на ней возвышался невероятно высокие и широкоплечий человек из-под стекол темных очков сверкали жесткие светлые глаза это не джейк это еще кто у него крутые очки под мощным ботинком человека хрипят дергался монстр и скреб пальцами землю черта ты била его в колени даже малые дети знают что таких тварей убить можно только размажив голову следующий момент подушевого ботинка с отравдительно чавкающим звуком раздавило череп чудища я думал что мне конец если бы не ты адреналин бурлил ее кровью заставляя девушку наслаждаться каждой секунду из своего существования это нездоровое возбуждение было настолько всеохватывающим и сильным что вытеснила даже мысли о джейке настала уязвимой и новый мир тут же показал ей свои стены лица заткнись как в медленной съемки лили тупо наблюдал как знакомец вытаскивает пистолет из кобуры и наставляет дуло ей в лицо смысле ты что делаешь этот зомби он успел тебя укусить зомби незнакомец приблизился к их плотную от него пахло металлом как пахнет оружие и смерть спасение которому лили так обрадовалась и на которые так надеялась обернулась новым витком кошмара и что до 3 1 2 нет не укусил же нет нет не только оцарапал никаких укусов клянусь она подняла руки демонстрируя кровопотеки следов от зубов среди них не было незнакомец медленно опустил пистолет я в нем ошиблась он не крутой он больную на голову проваливай иди куда шла сюда могут прийти другие зомби эй и это все ты меня только что чуть не застрелил мужчина смирил смирил ее холодным взглядом не запад очков как будто смотрел на очень тупого ребенка я не собираюсь за это извиняться мне не нужны твои извинения я хочу знать твое имя придурок чтобы при первой возможности тебя засудить он разразился сухим издевательским смехом на имя ли он и ты не найдешь здесь не судей не справедливости добро пожаловать дом пиапокалипсис детка но как мы тут оказались вы до сих пор странно лет упорно следовало за лионом сколько бы он не пытался угнать она не думала не анализировала просто шла по вину с интуиции и ютила единственная цель выбраться и отыскать джейка кроме лиона никто не мог и в этом помочь и она готова была идти за ним на край света как безумная конце концов мужчине это надоело и он буквально за локоть их ну и его заброшенный магазин рассказывай кто ты такая глаза его полные холодные подозрительности сверкали с подачков лет не без труда сдержала дрожь взялась из ниоткуда зомби видишь как будто впервые хорошего не стоит застрелить тебе здесь и сейчас ты обузой можешь представлять опасность он надвинулся на девушку то и пришло и даже голову задрать чтобы продолжить смотреть ему в лицо настолько он был высок джейк был в принципе не так высоко же да поэтому типа мы исключаем тот факт что ли он типа равно джейк все на всякий случай короче все в лионе подавляла словно пыталась заставить ее подчиниться ему прогнуться и скулить о пощаде выдержать взгляд а у нас как будто бесконечно алмазу слушайте ладно выдержит взгляд она знала таких людей не помнила откуда но знала он привык что перед ним все поджимают хвост миссию проиграем и сейчас то никогда не добьюсь его уважения лилит чувствовала как капли под истекают по и спине но продолжала смотреть ли он в глазам на какую-то секунду и показалось что она не выдержит что предпочтет снова сразиться зомби не такая хилая как укажешься ладно возможно и он не такой уж пупырь оттащить здесь бинты подлатай свои порезы и вали на все четыре стороны постой у меня есть вопросы кто ты такой и что здесь происходит и и я сказал что ты должна уйти и ты уйдешь она не знала себя прежнюю но столкновение с лионом дало ей почувствовать что она за человек чем больше он давил тем сильнее скручивалась упрямая злая задница сначала прочитал пружину ее груди инстинкт который не давал я отступить несмотря на то что силы были неравны лилит уже собиралась ответить как у входа в магазин раздался новый голос ли он полегче друг девушки явно нужна помощь мужчина среднего возраста с приятным добродушным лицом лилит сразу почувствовал как ее гнев утихает от одного его взгляда простили он а он не такой плохой парень каким кажется он еще хуже вот она и каких поискать красивая младка смочи ты наперевес появилась из-за плеча мужчины и насмешливо помахала лилит ладонью только благодаря моей параной мы все еще живы да да хватит бухтеть мы пришли по делу а ты где-то нашел бродящего котенка кто-то детка именно точно веткам и да я лилит мамочки ладно ты смогла развеселить наемница смешная она смешная ребята давайте возьмем этого котенка сова знаете смех вас вот какой-нибудь ситуация да вытянет куда-нибудь здесь в хорошее место почему вы зовете котенком это как-то странно шутки которых она не понимала заставляли девушку чувствует себя неловко будто окружающие говорили на иностранном языке топито не говоря никакой животном хватит нудить старик и я и так умирает скуки лучше держаться ближе к мужчине постарше он явно единственный кто здесь мыслить здраво крайней мере теперь ее не пытались застрелить даже ли он на вид стал менее угрожающим скорее просто угрюмом я это что насчет тебя откуда ты взялась если скажу правду они решают что и сумасшедшая если солгу примут за шпионку даже не знаю что хуже ну слушайте так как она реально не бум-бум наверно лучше сказать правду правильно чтобы они хотя бы объяснили situation я не хотелось выдумывать ложь откуда-то она знала что хитрость ей не свойственно я не знаю точнее не помню очнулась сегодня посреди города хочешь сказать что у тебя амнезия не совсем и я помню обрывки разрозненные детали ну не знаю как попала сюда и что происходит ли он недоверчиво нахмурился таби тоже не выглядела впечатленные это ободряющий хлопнула ее по плечу ты не пропустила ничего интересного всего лишь семь лет краха цивилизации семь лет из моей жизни исчезли целых семь лет не может этого быть от осознания потерянного времени лилии пришла в ужас она чувствовала себя чужеродным осколком давно забытого прошлого которому не место в новом мире но что произошло мутировавший вирус научного научной мега корпорации химическая война некромантии инопланетяне и кто не знает наверняка все верят в то что кажется им более убедительным улыбающие то бита по-небратски закинула руку это на плечо словно они были лучшими друзьями или старыми супругами и я слышала что это из-за пирамид археологи раскопали какое-то древнее проклятие и гоп человечеству кран ты как она может так спокойно шутить про смерть человечеств если это не ложь то погибли миллионы людей но они говорят об этом как о погоде аксим лет прошло но мне нужна их помощь чтобы найти джейка я ищу мужчину он был вместе со мной последний раз я видела его до апокалипсиса когда он либо в убежище либо давно мертв что ты помнишь о нем ты можешь задать все три вопроса имя внешний вид авалон я могу все выбрать да получается имя его зовут джейк не знаете такого как у меня джейк себе нужен детка хромой джейк джейк бритва у нас в убежище их много этой информации достаточно что-то еще внешне видываете цветные волосы высокие стройные носят очки ли он похоже на описанную тебя не подходит я не помню никаких особых примет что еще так авалон там где мы же с ним жили было что-то с таким названием быть может это библиотека или парк что еще могли назвать в честь легенды об артуре это ресторан три пары глаз синхрону ставились на леона откуда ты знаешь мистер бука я думал ты разбираешься только в пожарных гидрантах это был единственный ресторан стране где подавали пристойные бангерс энд марш это блюдо британской кухни какого черта я должен объясняться лео ты оказывается гурман а теперь я тебя не отстану в убежище расскажешь мне все но лилит не дала и договорить впервые она нащупала что-то важное что-то что могла помочь ей вернуть частицу утерянной нормальной жизни бросившись к леону на вцепил смеховые отворот его куртки где этот ресторан скажи мне немедленно ли он взглянул девушки в глаза не видимо разглядел там отчаяние страх такой силой что вздохнул и заговорил более мягко пайп сити это город на севере не знаю осталось ли от него что-то он пострадал больше других да ладно убежище ты своего друга вряд ли найдешь но можешь начать поиски с пайп сити окей ладно это звучит как цель или чувствовала как выравнивается ее дыхание как возвращается уверенность ее тело и порядок мысли четкая задача добраться до пайп сити и отыскать следы джейка сделала хаос окружающей реальности более терпимым это все конечно дико интересно ну как насчет того чтобы продолжить разговор у мисс бродячего котенка так уж и быть возьмем с собой как будто в убежище и так недостаточно голодных ртов и нужно пайп сити так пусть идет туда за разговором девушка совершенно позабыла о лионе его враждебность была не прикрыта откровенно и к своему удивлению она могла понять ее и всей бесчеловечности подобного отношения она знала что поступила бы также чужаки не стоили доверия они были опасны а сейчас чужаком была именно она спасибо за предложение от обито но я и правда не хочу здесь задерживаться мне нужно в пайп сити она понимала что без союзников сделать это будет практически невозможно но и останавливаться не умело расскажите только в какую сторону мне нужно идти ты видать совсем глупая это тебе не за сигаретами сходить это чистой воды самоубийство обито права и если ты хочешь найти своего джейка то тебе не стоит рисковать своей жизни так бездумно в убежище ты найдешь кровь безопасность и карту местности и научишься выживать мы поможем тебе иначе чем мы люди лучше зомби и там положил тяжелую тверду ладони и на плечо узел страха и тоски груди немного слаб удивительно что даже после апокалипсис еще остались нормальные люди но прислушается ли к нему ли он убежище наш последний оплот там каждого найдется место нет ни каждому только тем кто может принести городу пользу такие как она умирает в первой же миссии что это нам гонят на нас до сих пор эти слова раскрыли девушки еще одну ее черту оказывается она была весьма азартные дай мне оружие я покажу на что способна оружие нужно заслужить его имеют право носить только stalker и она сжала кулаки крепче уж с ногами в пол готовы эскалировать спору вдруг перед ней возникла спина и тогда под мою ответственность я присмотрю за ней она не будет твоей проблемой на щеках леона проступили жевалки а потом он зло хмыкнул и расслабился как скажешь а теперь оставь ее делать что-нибудь полезное пока я не передумал добита за мной резко развернувшись мужчина скрылся в глубине магазина давито скорчев рожицу двинулась за ним следом да вот такие сейчас люди ты к такому явно не привыкла невероятно спасибо за помощь какой жилен ублюдок ну слушайте лучше акцентировать внимание на помощь и даже спасибо за помощь сказать и за то что не позволили ему бросить меня здесь да не я за что ты просто напомнила мне кое-кого кое-кому кто был жив если бы его время протянули руку помощи интересно кого он потерял жену или дочь поэтому он так добр ко мне и там по-отцовски вытрепаваем по волосам этот жест неожиданный и простой развеял душные буты не прекращающегося кошмара нам нужно осмотреть магазин и собрать все полезное что сможем здесь найти давай начинать так точно сэр лилит послушалась приказу даже прежде чем его обдумала словно это было для нее привычным делом хотя желанием рыскать почти мародерствовать в заброшенном и разграбленном магазине она не горела остатки воспоминаний кричали они править неправильности происходящего они принадлежали совершенно другому миру где я была комфортабельная квартира маленькая сестра и джейк он хотел сделать мне предложение лид помнит разговора шинить бе он хорошо может что выбрать каким не могли быть причины чтобы отказать такому доброму и заботливому человеку и лет вдруг нахмурилась где-то животе она ощущала странно знакомое дрожание она его уже чувствовала сегодня она приложила руку туда где чувствовала дрожь на миг я показалось что пальцы коснулись чего-то вроде шрама под майкой что это за звук грохот доносился из глубины магазина оттуда куда ранее ушли ли он это бита оставайся здесь и я проверю и танк скинув пистолет скрылся в полумраке аллили замерла сцепившись стеллаж оказавшись в одиночестве она особенно устро ощутила свою беззащитность ринуться вслед за это нам начало казаться неблагой идеи и может понадобиться моя помощь но если я пострадаю то не смогу таскать джейка мне кажется сейчас вот именно мы зависим от них поэтому точно надо им помочь ночь не вмешиваться вроде помочь заодно будет повод доказать ли он у как он ошибается на мой счет и я надеюсь ничего плохого там не будет но не успела она сделать и несколько шагов как стеллажи по удали с грохотом проломились из-за пломков со стоном выбралась тобита наконец-то хочешь что-то веселую следующий миг началась стрельба и сквозь нее лилит услышал уже знакомы от родительные вопли которые она мечтала забыть зомби напали неожиданно их было много и не были голодны в ожидании своей добычи они затаились внутри магазинам будто мы знали что люди рано или поздно придут сюда за запасами от их нечеловеческих следующих вопли колени становились ватными а тело наполняла непроизвольная мерзкая дрожь лилита глупых заберла на месте ты еще не определилась какой путь выбрать что делать помочь добить и и не лезть почему все так обид услышав ее слова презрительно скривилась чем персонажи истории есть свой моральный компас они могут одобрять или не одобрять твое поведение слишком долго думаешь здесь так не принято с десяток этих тварей затаилась не путайся под ногами крошка да и сталкером сделать свое дело но порой обстоятельства бывают более настойчивыми чем добрые советы умных людей из темноты на девушек выскочил сразу две хрипящих и брызущих слюни и твари одну из них то бита приняла на свое мачете значит этот мой мне не сбежать либо я убью его либо он сожрет меня ну так надо сомнения страх слабый все дошло на второй план осталось только дико неконтролируемое желание выжить повалить стеллаж давайте запившись ближайшую полку лили повалил ее на зомби чтобы не дать ему приблизиться мертвая туши теперь вертелась и случилось костями случилось без сомнения блоки стеллажа вряд ли удержит ее надолго на скороглянувший девушку видела неподалеку два стенда одесса спорт инвентарем хочу биту возьмет другой с чем-то вроде пиротехники ну пиротехника привлекает внимание я не знаю не реагирует на звуки давайте спорт инвентарь или таванулась прямиком стенду зомби за ней круто развернувшись она видела среди модной спортивной формы и футбольных мячей то что искала манекен и ты в голову ли он говорил что нужно бить их голову я справлюсь пальцы сомкнулись на рукоятке буквально выдираю ее у манекена из рук и она вложив удар всю силу все те ужасы бой что мучили и он врезал зомби по черепу битой и респекты уважухам ты получил свое первое достижение голова отлетела от тела и как чудовищная пародия на футбольный мяч покатилась в глубь магазина элит почувствовала как горло вновь подкатывает тошнота и пришлось цепиться прилавок чтобы удержаться на ногах это было довольно неплохо лен с дымящимся пистолетом в руках ну вот катившуюся голову в этом почти легкомысленном движении было что-то ужасно неправильно тебя эта игра что-то вроде буллинга для меня это уничтожение заражен заразой гордись ты сегодня сделала мир на одну творчище как вы тут никто не ранен и там вышел за спины леона и лилит почувствовал как у нее сердце отлегло при его появлении вы живы хоть какая-то хорошая новость и зови меня на ты я еще не настолько старт девушка почувствовал как оступать тьма путавшие ем шутка это на его доброта с легкостью с легкостью разгонали и отряхнув пыль с колен она направилась к этому ей нужно было срочно прикоснуться к нему почувствовать рядом живого человека и он преградил ее дорогу что еще думаешь я хочу его сожрать может проверить меня на укус а может проверить меня на укус но мужчина не смотрел на нее он смотрел на это на и более жуткого взгляда на его лица лилит еще не видела и тан мне жаль зубы для холодное липкое подозрение растеклое груди чтобы присмотреть вас чтобы посмотреть на это не пришлось приложить неимоверное усилие тут выглядел растерянно нахмурился после чего поднял руку и коснулся собственной шеи когда он поднял руку на пальцах мутными разводами блестела кровь вот значит как голос его звучало холодная почти равнодушная обреченность но нужно скорее крючок даже просто царапины верно если в уровне продезинфицировать это щелкнула оглянувшись на звук лилит увидела как ли он перезаряжает пистолет постой что ты что делаешь мы все знаем мы все знаем правила и они для всех одинаковы те кто укушен должны быть убиты немедленно пока не стали зомби и не причинили вред другим лилит слышала слова лиона но никак не могла их осознать смысл убегал от нее трусливо прятался среди извилин эйтан в отличие от нее все понял верно и понимание это кажется совершенно не пугало его в теплых темных глазах плескалась только печаль умнувшись девушки своей бодрящей доброй улыбкой он встал на колени перед леоном лицом к лицу и только в этот момент лилит наконец осознала что сейчас произойдет смерть не от когтей зомби от пули человека настоящая хладнокровное убийство еще не определилась кого путь выбрать или молча наблюдала за происходящим ее чувством спутались неряшливый клубок выглядит здорово неужели никак нельзя помочь я помогаю ли он как судья и палач в одном лице смелы ее тяжелым взглядом для него она была всего лишь девчонкой который еще не видела истину в лице этого мира и сейчас ей предстояло открыть глаза через четверть час у него начнется жар через полчаса огонь и его внутренние органы будут медленно разрывать растущие корни а когда они доберутся до мозга он станет зомби жаждущий плоти без безмозглой тварью пистолет отгнулась в лоб это но туда грустно улыбался нет только не он лучше хрущей почему не или он чего не я и все равно бесполезно чай на мысль тут же было стыдом она совсем забыла что нельзя умирать пока кто-то нуждается в ней и лилит послушай меня надеюсь своего джейка хорошо уверен ты сможешь и постарайся чтобы при встрече он увидел в тебе человека не стань монстром вроде нас беспрекословно это направился выходу из магазина словно он уже давно был готов к смерти хотел закрыть уши зажмурится чтобы не видеть этих печальных добрый глаз теперь навсегда отпечатываются у него на сетчатке ты говорил что в убежище уже хватает ртов ли он так пусть девочка займет мое место это моя последняя просьба пусть будет так прощай постой дай мне еще минуту нет минут надо был хотя бы рюкзак снять лет не могла не хотела прощаться с этом здесь и сейчас она еще не спросила него кого он не видит почему добр к ней он был единственным хорошим человеком который делал окружающим мир чуть менее жутким чудовищным в ее глазах девушка потянулась к нему рукой дрожь прозорола ее как морозный ветер и застыла в груди в этот момент элит поняла что такое настоящий страх эмпат его как там одна он был не в когтях оживших мертвецов и не в осознании того что происходящее вокруг реальность он был в глазах лиона них она увидела истинную смерть однодушную и неизбежную вытянутая рука бессильно упал на колени ну что вы тут возитесь я уже закончила обе то вышла из магазина вальяжно протираема че-то какой-то тряпкой взгляд и упал на тело напарника вот черт мне десятку должен от такой циничности лилит почувствовала как у нее перехватывает горло в вас двоих есть хоть что-то человеческое он же был вашим другом злость и горе захлестывали и кулаки сами сжались она хотела броситься на ли он ударить его но понимание того что это на уже не вернуть решала ее последних сил на всех слез не хватит детка поэтому в нашем мире не принято заводить друзей научись этому поскорее иначе твое доброе сердце бьет тебя раньше чем укус лилит в отцепенении смотрела как ли он с трудом но решительный мрачно закидывает тело и за на спину а в голове в голове и и сам собой сформировался как зловонная опухоль непрошенный страшный вопрос что если когда она найдет джейк он уже превратится в зомби сможет ли она убить его как ли он поднимется ли у нее рука это поняв что она не собирается шевелиться грубовато сдернула ее на ноги и стучила ей плотно набитый рюкзак мертвеца пойдем не стоит заставлять мисс в волноваться и стремительно развернувшись она пошла в противоположную сторону от треклятого магазина лили не была уверена но и показалось что наемница заметным скупым движением смахнула ресниц для слезу ох 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 мисс и обитала в маленькой прокуренной палате полуразрушенной больницы на краю города единственный пациент бандитского вида мужик со свежей перевязкой на руке встретил троих путников обрезанных мылкой мы вижу сам свирепый лев что там со стариной это нам приключилось нашел ликеро-водочный магазин и напился до полусмерти ли он вопрос проигнорировал уставившись уставший злой он дотащил тело товарища до одной из коек и бережно уложила его на грязные простыни нес его всю дорогу много километров как драгоценный груз даже отказался от помощи тобиты нет вспомнила ненависть и презрение которое испытывала клеону как лимила его ужасные словами своей голове и ищутила неловкости сты за эти мысли ли он не был бессердечным ублюдком иначе бы он не старался так ради простого наемника все еще ненадежные раздражающие если бы не просьбы это на он бы точно избавился от меня словно прочитав ее мысли ли он бросил на девушку тяжелый взгляд после чего вернулся к телу товарища черт возьми старина как ты мог повесить на меня эту девчонку подкидыша если бы не твоя последняя воля вида он помер жаль этого добрика на черта ты же мурика сюда притащил левого хочешь чучело из него сделать на память и пасть баре иначе сделаю себе подвеску из твоего болтливого языка просто страшно страшно я весь дрожу а кто это у нас ли почувствовал липкий взгляд мужика на своем теле он ее буквально ощупывал это веке нам неудачникам повезло обменяли ворчливого старикашку на такую красоточку очередной вообще есть нормальные люди или ли он убил последнего я кажется убил последнего ладно красотуля не ведись на рыцарскую мордашку нашего льва лучше обрати внимание на настоящих мужиков и принялся безостенчиво поигрывать мускулами как будто не было ничего привлекательнее его заплывших бицепсов у меня сейчас тошнит игнорировать отшить давайте давайте вон он может отошим сразу запомни твое поведение надеюсь ни в каком контексте я бы лучше зомби трахнуть чем с тобой то что отвали лицом мужика потешно вытянулась а потом пуск покраснел от гнева же время лилит услышала сдавлены замаскированные под кашель смешок или он до последнего пытался сохранить серьезность подрагивающих вывода ваших головой это хоть знаешь с кем и разговариваешь ты тебя подлотали баре не хотят болтать пошел вон отсюда то он и она был настолько ледяным что лилит удивленно взглянула него ей хотелось верить что это было своеобразная поддержка мужик тем временем ухмыльнулся и направился к выходам проходя мимо лиона он не прикрыто силы задел его плечом еще увидимся красотуля обито закатив глазам вышла вслед за ним и закрыла дверь в палату ли он и лилит остались наедине спасибо что прогнал его все-таки этот просто отличный рад что тебе полегчало а теперь раздевайся что власти я должен убедиться что ты не заражена прежде чем поведу тебя в город то что раздевайся ну так как бы я не против собирался взять меня на слабой заставить красней ничего перед ним стесняться то что сама идея казаться обнаженными день с незнакомым мужиком не пугал ее а попросту злила было еще одной странностью но чертой которую лилит отметила в себе незнакомым человеке мое тело просто инструменты сейчас я могу использовать его чтобы смутить леона она нарочно медленно опустила руки на поезд штанов взгляд ли он они отрывно следил за ее пальцами также медленно лилит сперва огладила ширинку после чего расстегнул заветную пудовицу нравится прищурившись она высматривала малейшую реакцию в лице и теле мужчины не проявится ли на щеках румяне смущение не собьется ли дыхание где-то граница ли он а когда он остановит ее или он продолжит смотреть даже так ему все равно лена не так-то просто сломить но ты можешь попытаться скала горочь с каких пор ты стал доктором ли он а девчуля при видео уставшие строго женщины в медицинском халате мужчина приз измерил на вена как школьник при учителя прошу прощения вивиан я просто атакове доктор я бы с радостью выслушала твои извинения если бы мне было хоть немного на них не вливать где дверь ты знаешь ли с удивлением растерянность наблюдала как ли он упоконно кивнул и вышел вон даже не возмутил жизнь как и то есть мисси она точно врач она были так будто и сама не помещу не помешает помощь женщина медленно поднесла губам сигарету и глубоко затянулась глубокие тени под глазами бледная давно не видевшие солнце кожи равнодушный вид вивен сама походила на зомби не всякого сомнения именно она прокурила палату так что в воздухе стояла легкий смог элит верно жалобы есть есть можете не курить во время осмотра хороша да нет мне повторить вопрос джейку бы она точно не понравилась можно ли вообще доверить свое здоровье каким не могут быть жалобы словно насмешку память услужливо подкинула ей воспоминания дрожать дрожание странная тяга и ощущение чего-то плотного под майкой рука дернулась было к животу 0 или лиц силы воли остановила ее а если со мной самом деле что-то не так не навредит ли нам не можно ли ей доверять услышать давайте доверимся пробуем в этот момент лилит узнала еще одну черту своего характера незнакомцы вызывали у нее тревогу на ждала от вивиан подвоха хотя совсем не знала ее словно в прошлом и и не раз придавали но и там сказал и сохранять себе человечность люди должны доверять друг другу когда сегодня сражалась зомби то почувствовала что-то похожее на холод вот здесь она положила ладонь на живот в тайне надеюсь что плотность под пальцами ей причудилась но нет вивиан поймала взглядом ее испуг и нахмурилась вивиан оценила твою честность на терпеть не может лжецов честный пациент какая редкость снимай одежду дай мне взглянуть во рту разом пересохла на спине выступила липкая пленка холодного пота хотелось по детски сбежать словно если доктор не узнает что ты болен зараза волшебным образом исчезнет поэтому майку лилит сняла резко будто отрывал старый и сохнущий пластырь снялая похолодела что там что-то есть да что это это паразит вырвать вырвать это скорее вырвать и забыть пальцы сами потянулись к отвратительному росту чтобы выкорачивать его но вивиан жестко схватила ее за руку и и прежде равнодушное лицо полыхало едва сдержанным внутренним огнем пальцы подрагивали а голос прежде тихий и спокойный срывался хребату от волнения замолчи дай мне провести осмотр сломанная сигарета отлетела в пыльный угол вивиан теперь было не до курения то что видели ее глаза разрушала все что она знала прежде об окружающем ее мире это шокировало пугало но сквозь пеленую неверие уже пустила корни любопытства и следовательская жажда ученого которым вы было прежде или чувствовала как медленно но верно подступает истерика словно прибой облизывающий гальку что со мной болезнь заразная но вивиан не выглядит напуганной женщина врач касалась кожи пациент своей пациентки словно она была сделана из хрупкого драгоценного фарфора опустилась непроницаемые вуали равнодушие усталости только теперь она выглядел фальшивый галка у меня такого живота 1 ну за хрень растет из меня посчитать истину по лицу без и было сложно а выглядел напуганной что нам словно увиденное заставило ее жить пробил в ней эмоции и чувства которые как веду мула уже никогда не побеспокоит ее знаешь лучше чем объяснять а сверху сперва покажу протянув девушки светоскоп она жестом приказала ей надеть его и приложить к ее и груди слышишь как бьется мое сердце до кого-то странно подкат лучше просто делай как я велю лилит кивнула мирный стук наполнил наполнил ее уши теперь приложи к своей что слышишь руки автоматически выполнили приказ легко и привычно это скобка сносо прохладной кожи вызывая волну мурашек она прислушалась громкое дыхание мышал мышало мешало вычленить стук пришлось передвинуть мембрану ближе к центру груди но это не помогло непонимающий нахмурившую девушка сместила мембрану правее вдруг и сердце смещено но это не помогло осознание было таким ярким что на едва не выронила медицинский момент из рук тишина ничего не слышу как это возможно у тебя не бьется сердце дорогуша и другие внутренние органы тоже не функционируют бивен с трудом прикурила сигарету подрагивающие пальцем мучили колесико зажигалки и никак не могли выбить огонек зависит дыма ее лицом влиял зловещим аку богини смерти или даже не отреагировала на раздражающие ее пришли запах она думала лишь об одном и джейк она не сможет спасти его если ее не бьется сердце и нельзя было умирать и эта мысль вызывала ужас ты мертва губы девушки растянулись не верен неуверенной улыбки не всегда говорили что у меня ужасное чувство юмора я не понимаю шуток уже шутить сейчас мы бы не разговаривали с вами сейчас если бы я была мертвой этого просто не может быть не может быть а когда-то я зомби говорили и вот мы здесь хотите сказать им живший мертвец и один из этих монстров которые сегодня убили это на и чуть не сожрили не сожрали меня вы себя слышать вообще живший мертвец это правда ходящие трупы мы обычно убиваем но таких как ты я прежде не видела сквозь маску холодности вновь проглянули есть или чувство шок неверия острое любопытство вивен любовалась чем то что никогда не мечтал найти ее воображение дурма или четные догадки что именно она видела перед собой результат эволюции эксперимент или ошибку природы это сон это розыгрыш сон я не знаю я должна проснуться проснуться она сжала пальцами виски и зажмурилась проклятие джейк так уже сейчас на тебе нет следов укусов биологически ты мертва и в тебе уже растут цветы как зомби о чем действует ее разум все глубже про погружался в темноту вязку текущую мысли становилось важнее с каждой секундой эмоции инстинкты побеждали любую попытку взять поконтроль свои чувства внешне тебя не отличить от человека и все-таки ты нечто другое уникальное в своем роде голова шла кругом не человек с полу разрешен разложившимися монстрами жирущими плоть у нее больше общего чем с видео и чудовище ее руки снова дернулись крохотному росту на животе и снова вивен остановил ее не спеши мы можем избавиться от цветка если хочешь но стоит ли бежать от этого все-таки он теперь часть тебя не меня это часть монстра познакомься со шкалой зомби чем выше ее значение тем дальше продвинется превращение героини это поможет ей раскрыть новые таланты но цена может оказаться слишком высока подумай еще раз срезать оставить я даже не знаю давайте срежем и режьте под самой коренью и врач огорченном вздохнула но починилась резанный драгоценный росток она завернул салфетку спрятала в карман халата и явно не терпилась изучить ему под микроскопом как и саму девушку перед ней были ответы которые страстно жаждала заполучить это стройная холодная женщина жаждала настолько что готова была при открытии незнакомки то что скрывалась подвале ее рун душе то что там мы ничего тебе не знаем быть может именно в тебе скрыт секрет эпидемии и не человек но и на зомби не похожи ты что-то больше неужели ты не хочешь понять что именно если вы так спрашиваете не помню ли я что со мной случилось нет я не помню ничего сейчас лилит чувствовала лишь одно желание уснуть и очнуться в комнате с джейком но мир вокруг был убийственно реален вивен тем временем задумчивого провела пальцами по губам но явно готовилась при одержении который изменит размеренный ход ее одинокой жизни если и было что-то что могло вынудить ее поступать авантюр на она сидела сейчас перед ней в облике молодой напуганной женщиной я помогу тебе и присмотрю за тобой прошу тебя не лишай человечество такого ценного знания она говорит обо мне как о лабораторном эксперименте будто у меня совсем не чувств чтобы ты не решила не позволяю ли он узнает твой секрет ой-ой-ой нам нельзя с ним спать тогда он убьет тебя и даже не поморщится его ненависть в зомби патологическая неконтролируемая он видит тебе только угрозу и вспомнила ледяной взгляд и из-под стекол очков и голос полный ярости и презрения у ненависти ли он их зомби определенно была какая-то более глубокая и тайная причина а вы а что вы мне увидите вы возможности ключ именно затушила сигареты пепельницы лицо и и оставалась уставшим только глаза смотрели на пациентку с затаянным летом кажется врачи совершенно не боялась несмотря на чудовищный диагноз ладно лилит думаю стоит позаботиться о твоих ранах мы не знаем сможет ли твое тело вылечить их самостоятельно или оставить тебя в покое что выберешь персонажи владеющими дисками навыками могут помочь тебе частично или полностью восстановить здоровье последствия лилит тоже может научиться исцелять себя но ты узнаешь об этом немного попозже вы лечиться отлично когда все порезы и ушибы оказались надежно очищены и заминтованы вивен неслышно покинула палату лет наконец осталось в одиночестве ее тело и разум владающие неопределимая апатия в голове 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 не прошло непрошенные звучали последние слова это нам постарайся чтобы предстоящий джейк увидел в тебе человека теперь эти слова приобрели совершенно другой смысл зловещие режущий по живому болею чем нож или когти зомби я хотела просто дайте спасти джейка защитить его от монстров которые могут навредить ему а теперь оказывается я сама один из этих монстров растерянность и непонимание охватили ее цель которая нашла как маяку море вдруг смазалась лид не умела не любила анализировать она же привыкла чувствовать и действовать но сейчас ее чувства были слишком запутанные чтобы следовать их зову и чудовища если я приближусь джейку то могу ему навредить он возненавидит меня наверняка закрыла лицо руками как ребенок который прячется темноты но смертоносная правда уже проросла мне от нее невозможно было сбежать мы никогда не сможем жить счастливой жизнью никогда не заведем детей и не поедем в отпуск на море зачем это все зачем двигаться дальше единственное и опора цель была потеряна или чувствовала как рассыпается без нее и зацепенение и вывела нашивка упавшая на колени как осенний лист ошибка шелтер пропуск в убежище средств его с одежды и тогда теперь он двое даже не заметила как он нашел и вдруг стало ужасно неловко перед леоном за свое состояние будто она была каким-то постыдным мне важно что потом это бы мне но пач как за полдня этот мужчина успел стать для нее чем-то большим чем простым незнакомцем она не понимала но и турица подсказывай и она не хотела вылить перед ним слабый они с лионом были чем-то похожие связаны и он их макнула от него не скользнула разбита состояние девушки он не был слепым ему не впервые было видеть как сильные на первый взгляд люди после встречи со смертью превращаются в развалины но почему-то в этот раз это было особенно разочаровывающим показалось что он увидел в этой девушке знакомый огонь не знаю что это на разглядел в тебе но он ошибался всего одного дня оказалось достаточно чтобы тебя сломить этот мир не для таких как ты с удивлением лилит ощутила что эти слова задевают что-то в ее выгоревший внутри что-то упрямая стойкая необычайно живучие и невероятно злое я ли это была злость или в ней говорила чудовище не хотела бы чтобы я тебя позаботился скажу чтобы тебе подыскали место на общей кухне нет и лет выпутывалось из-за пальцев как из липкой паутины цеплялась за поднявшуюся в небе нет я сказала нет ты твоя кухня и люди на хрен она чувствовала себя очнувшийся от глубокого сна наконец снова осознающий что именно и нужно делать можешь говорить что хочешь оскорблять меня считать бесполезной но у меня есть цель и я достигну ее любой ценой и я стану сталгером потухший было интересно успеху за хлебом неужели чуть ее все-таки не не подвело его неужели это упрямая мрачная девушка все-таки не сломалась неважно превращу себя в монстры или оставь человеком я найду джейка и после этого наши будете с леоном разойдутся джейк звал меня на помощь доверил доверил мне свою жизнь пока нужна ему я продолжите вперед и полгода не протянешь спорим или боишься проиграть и он тут же протянул и руку для рукопожатия его глаза светились азартом и чем-то еще похожим на уважение я клянусь через полгода я стану одним из лучших сталкеров в убежище и когда ты приползешь ко мне просить о помощи и еще подумаю стоишь ты ее или нет покажи на что ты способна и все еще слышала слова это на в своей голове те где он просил ее оставаться человеком вот только сколько человечность и сможешь сохранить в себе живой мертвец интернет ну а за серии ты сможешь воспользоваться очками опыта которую смогла накопить тебе будут доступны три особых умения лечение сила и ловкость лечение позволит исцелять себя и других сила справляться с тяжелыми физическими задачами ловкость действовать и так изобретательным быстро в сложных ситуациях прокачать все умения до максимуму у тебя не получится так что выбирай так чтобы не пожалеть полом отлично а выбери навык для прокачки а я думал по одному можно чтобы быть лечение сила и ловкость слушайте но а лечение нас полечили в принципе давайте вкачаем его ловкость я считаю в девушке ловко это самое крутое что может быть следующий вах на легком пути прохождение будет доступно больше очков опыта для прокачки но для тебя будут закрыты некоторые варианты финалов первой серии закончена тобой свойны все основные механики игры но дальше будет только сложнее добро пожаловать в мир зомби пуст апокалипсиса ну пока что как-то так и пизо травка такая интересная необычная история с героиней правда вот эта амнезия ну в данном случае хороший прием естественно мы будем узнавать по сюжету что же было с ней до этого также вопросы джейка вообще жив ли он может быть это он с ней сделал тоже интересненько но в любом случае спасибо что досмотрели до этого момента я буду рада если ты подпишешься на мой канал и поставишь лайк этому видео что же до новых серий подожди до новых встреч до новых встреч